Решили не откладывать проблему владельца Спортажа с двигателем G4KD, который к нам обратился в сервис по причине повышенного расхода масла. Напомню, что в первом видео мы выполняли эндоскопию и обнаружили излишки масла на стенках первого цилиндра, при том, что хон был близок к идеалу. А в данном же видео мы попытаемся разобраться в причинах масложора на конкретном двигателе конкретного автомобиля в конкретный период времени. То есть решаем проблему нашего владельца здесь и сейчас и совершенно не пытаемся поймать кого-то за руку. Надеемся также, что это видео поможет другим людям или сервисам разобраться в истинных причинах повышенного расхода масла. А также постараемся ответить на ваши вопросы о поршнях, маслах, катализаторах и маслофорсунках. Да, действительно, владелец обращался в другой сервис и выполнял капитальный ремонт двигателя. Но лично в сервис он не приезжал. Он отправил туда только двигатель. И было это в 2018 году. Соответственно, все гарантийные обязательства давным-давно закончились. Но нас сейчас это совершенно не интересует. Это лишь стандартные вопросы при обращении владельца к нам в автосервис. Так давайте же вернемся к нашим причинам масложора и посмотрим, что мы обнаружили при разборке и дефектовке двигателя. Владелец не стал следовать нашим рекомендациям, он не стал менять вязкость масла и не стал разбираться с вентиляцией картера, а решил окончательно разобраться с причиной повышенного расхода масла. Поэтому он сегодня у нас. Пока мы будем вынимать двигатель, мы постараемся ответить на наиболее часто задаваемые вами под нашими видео вопросы. Похожие вопросы мы разделили на три основные группы. Итак, первое. Причиной масложора служат установленные масляные форсунки и кольца не справляются. Основная функция маслофорсунок – улучшение охлаждения днища поршня и побочная, но не менее важная – дополнительная смазка стенок цилиндров. Но маслофорсунки не могут стать причиной масложора из-за слишком малого зазора между стенкой цилиндра и юбкой поршня, так как чрезмерное количество масла снимается непосредственно торцом юбки поршня, а необходимое для смазки количество масла остается в рисках хона. И за счет фаски юбки и гидродинамического эффекта попадает на трущиеся поверхности. Оставшиеся излишки снимут кольца, если геометрия цилиндра не нарушена. А вот при нарушении геометрии цилиндра маслофорсунки как раз могут послужить тем, что масло будет дополнительно расходоваться на угар из-за того, что цилиндр приобретает форму эллипса. Вторая. Малый расход масла 300 грамм на 1000 километров заводом допустим. Связано это с тем, что со временем двигатель изнашивается, и зазоры в цилиндропоршневой группе увеличиваются, что приводит как к повышению расхода масла, так и к повышению расхода топлива. Однако расход масла связан еще и с манерой вождения. Если двигатель очень часто работает на повышенных оборотах и при повышенных нагрузках, это также может приводить к повышенному расходу масла на угар. Но если автомобиль эксплуатируется среднестатистическим владельцем, который сильно на автомобиле не отжигает и не совершает светофорных гонок, то уровень масла должен оставаться в пределах 3-4 миллиметров от максимальной отметки. То есть уровня масла должно хватать от замены до замены. Третья причина – это вязкость масла. Подробно о масле мы остановимся в ролике. Сейчас же лишь ремарка. Вязкость масла не является основным показателем применяемости. И советовать всем подряд от Норильска до Сочи одну и ту же вязкость неправильно. Удаление катализатора приводит к повышению расхода масла. Это не совсем так, потому что мы выполнили уже не одну сотню капитальных ремонтов двигателей, и параллельно с этим удаляли у них катализаторы. Ни один из них еще не вернулся с жалобой, что у них повышенный расход масла. Если хотите узнать более подробно, напишите в комментариях. Мы снимем для этого специально отдельное видео. Ну что, мотор сняли. Вот интересная надпись – ХЗ. Действительно, ХЗ что-то внутри. Ну ладно. В общем, первое приближение. Здесь по цепям все вроде бы действительно хорошо. Проблем никаких не возникает. Натяжитель не вышел. Цепи стоят действительно новые. И поверху тоже. Больших отложений масляных тут мы не наблюдаем. За 40 тысяч не успело ничего еще отложиться. И внешний двигатель не имеет каких-то больших течей, либо явно выраженных каких-то неисправностей. Пока все в норме. Сейчас дождемся окончательной разборки. Посмотрим, что происходит дальше внутри. Здесь постели тоже ровные, без износа. Правильно? Правильно. Сейчас посмотрим, что там. Все могут попасть на запчасти и не качественная работа в бельзорке. Все. Мы же не говорим о том, что там, допустим, рука жопой мастера. Нет, давай разберемся и посмотрим, что действительно произошло. Нет, потому что все, даже гуру, могут попасть на катропатку. Ну, безусловно. Болтаются поршни. И вот здесь, да, нагар большой на поршни. А у нас, мы смотрели, первая свеча была в масле. Видите? И стучит. Ну, шумно, но переступит. Но он на стук, по большому счету, что-то не жаловался. Нет, стуков, что-то не было. Вот, чуть-чуть есть. Основной причиной масла жора на данном двигателе является неравномерный износ стенок цилиндра номер один. Давайте-ка посмотрим. Ну, мы пока поставили кольцо сюда. Зазоры здесь одинаковые. Что вот на первом кольце, на первом цилиндре, да, 0,4 зазор. И вот щуп, 0,4. Видно, да? И в четвертом кольце тоже зазор 0,4. Более-менее одинаковый, адекватный зазор. Вытаскиваем колечки. И смотрим на состояние стенок цилиндров. Так. И видим, что на первом цилиндре у нас хон изношен неравномерно. Видны пятна блестящие. Вот с этой стороны видны пятна. Вот с той стороны видны пятна. Вот они, пятна, стертости, потертости такие. А это говорит о том, что, во-первых, цилиндр получился не круглый. И из-за того, что он не круглый, то масло проходило между кольцом и стенкой цилиндра и угорало. Потому что во всех остальных цилиндрах хон нанесен равномерно. Но обратите внимание, какие там стоят масляные форсунки. Вон они внизу. Это какие-то отечественные. Возможно, хотели удешевить стоимость ремонта, установив советские форсунки. По состоянию масляной системы здесь в двигателе все хорошо. Насос работает исправно. Никаких задиров на вкладышах нет. Они вон как новые практически. Хорошие вкладыши. Замены не требуют. И на шатунных вкладышах тоже задиров никаких нет. Все хорошо. Вал тоже также замены не требует. Задиров на нем нет. Ладно, мы сейчас попросим еще токаря, когда он у нас будет гильзовать блок, растачивать перед тем, как начать росточку. Пусть промерит все поршни и скажет нам размеры, какие там были. Возможно, дефект неравномерного износа связан не только с кольцами, но и с тем, что возможно, возможно, повторюсь, прослабили зазор между поршнем и стенкой цилиндра. Так, с блока сняли поршни, вот эти. У них были просверлены отверстия. Давайте попытаемся ответить на вопрос, для чего они были просверлены. По нашему мнению, скорее всего, эти отверстия были просверлены для улучшения смазки, чтобы она лучше сюда и в большем количестве попадала между юбкой поршня и стенкой цилиндра. Но, на наш взгляд, каждое конструкторское решение, которое вносится в изменение конструкции, должно быть каким-то образом оправдано с какой-то точки зрения. Поэтому давайте немножко отвлечемся от этого и поговорим о теории поршня, как он, в принципе, своей работает. Потому что, во-первых, поршень в автомобиле является наиболее теплонагруженной деталью, потому что температура сгорения топливо-воздушной смеси в камере сгорания составляет около 2000 градусов. А эта температура превышает температуру плавления как алюминия, так и стали вместе с чугуном. Поэтому для того, чтобы поршень у нас не расплавился, и двигатель сам не расплавился, и сделана система охлаждения, а поршень конструктивно спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы эффективно отводить тепло в водяную рубашку системы охлаждения. Именно поэтому поршень у нас имеет не цилиндрическую форму, а эллипсную. И здесь мы провели специальное измерение. Вот на этом поршне мы измерили и записали размеры, наибольший. Размер у нас по оси поршневого пальца в середине, и имеет он 86 мм ровно. По краям вот этой вот тефлонового покрытия, которые служат для улучшения скольжения, диаметр поршня составляет 85 и 81, здесь написано. А, прошу прощения. 85, 85, 81. Соответственно, когда мы поршень вставляем в цилиндр, и поршень у нас холодный, а двигатель не имеет рабочей температуры, то пятно контакта между поршнем и стенкой цилиндра обозначено у нас вот этой вот красной линией. Получается вот такое пятно контакта. Соответственно, в дальнейшем, когда двигатель прогрелся и вышел на рабочую температуру, поршень расширяется, и в дальнейшем пятно контакта увеличивается. И поршень касается уже всей юбкой целиком, что обеспечивает эффективность отведения тепла в систему охлаждения. В подтверждение этого вот у нас есть поршень, точно такой же, с точно такого же мотора, который страдает задирами. Здесь мы видим пятно контакта, и задиры присутствуют по всей юбке, по всей длине юбки поршня. Обратите внимание. Поэтому, если мы в дальнейшем же сверлим еще и отверстия, вот здесь почему-то с одной стороны на холодной стороне просверлено два отверстия, на горячей стороне просверлено три отверстия. Почему? Потому что у поршня есть стрелка, указывающая направление, и, соответственно, поршень стоит в двигателе вот таким вот образом. Это у него горячая сторона. На горячей стороне, на наиболее нагруженной стороне поршня, у нас три отверстия. По всей видимости, для улучшения смазки. На самом деле, наше мнение, что просверлив отверстие, мы тем самым уменьшаем площадь теплоотвода в систему охлаждения. Что в дальнейшем некорректно скажется на работе двигателя. Опять же, самые внимательные зрители могут спросить, а почему же тогда на поршнях, которые прошли 40 тысяч километров, здесь нет задиров таких, как на этом поршне. Ведь если бы мы обо всем этом рассказали, все понятно, все правильно, тем не менее, уменьшили площадь теплоотвода, а задиров нет, вот, обратите внимание, да, хорошие поршни, ответим. Потому что в данном двигателе установлены маслофорсунки, которые обеспечивают улучшение охлаждения днища поршня. И на наш взгляд, сверлить отверстие в юбке, ну, в принципе, не имеет смысла. Привезли блок в токарный цех, и давайте сейчас измерим цилиндры до ремонта. Посмотрим, в каком они состоянии, и определимся, в конце концов, в причине масложора. 86 диаметр поршня стандартного, на нуле стоит микрометр, на индикаторе 0. 86 ровно, да, сейчас тоже на индикаторе, с первого цилиндра. Плюс 9. То есть, 86 и 9 сотых. Плюс 5, по-моему, я отсюда видел. Да, плюс 5. Значит, 4 сотки эллифс, и тепловой зазор, разумеется, 9 соток. Много. Должен быть 0,4, 4 сотки. Второй цилиндр, 5 соток, зафиксировал, да? Так, ровный. Другая плоскость. Вот, 7. Эллипс, 2 сотки. То же самое, внизу, эллипс. В общем, эллипс, 2 сотки на втором цилиндре. Пока самый плохой, первый. Из двух измеренных. 7. Плюс 7. Допуски. Здесь ровный, да. Идеальный. Но 7 соток зазор, много. 8, да? Ну, смеется, первый цилиндр. Самый плохой, на моем видео. Массик плюс десятка. По результатам измерений, у нас наибольшая эллипсность находится в первом цилиндре. И он же явился причиной масложора. И вот именно эта эллипсность. Мы это можем видеть по свече первого цилиндра, которая имеет наибольший нагар по сравнению с остальными. Поскольку здесь блок гильзовался уже, и гильзы здесь установлены относительно толстые, то нами было принято решение не перегильзовывать этот блок, а расточить его в ремонтный размер. Что, в принципе, для нас не характерно. Это случай такой, эксклюзивный. Поэтому здесь было принято решение переточить под ремонтный размер. Вот эти поршни 0,5. Обратите внимание, почему вот эти отверстия, сливные на канавке маслосъемного кольца, сделаны со смещением вниз. И здесь есть такие углубления. Это сделано специально для того, чтобы при ходе поршня вверх у тебя масло из маслосъемной канавки попадало между стенкой цилиндра и юбкой поршня. Обеспечивало смазывание поршня при ходе вверх. Здесь также снизу имеется небольшая фасочка, которая призвана обеспечить ту же самую смазку юбки поршня, когда у тебя поршень совершает движение вниз. За счет этой фаски образуется масляный клин. И как по-умному это выразится, за счет гидродинамического эффекта у тебя масло попадает между юбкой поршня и стенкой цилиндра, обеспечивая хорошую смазку. Поэтому в данном случае поршни вот такого типа дорабатывать не имеет смысла, потому что они уже и так конструкторами и инженерами рассчитаны для обеспечения этой смазки. Вот, немного отвлеклись от темы. Итак, мы не поговорили о том, что же явилось первопричиной неисправности, почему вдруг образовался эллипс на первом цилиндре. Есть две вероятные причины появления этого эллипса. Первая из них связана с тем, что, возможно, это какая-то ошибка при расточке и хонинговке этого блока. Либо с оборудованием была какая-то небольшая проблема с настройкой, либо с хоном, либо с самим станком. Ну, установить это точно мы не знаем. Тогда, если в этом только дело, то после расточки в ремонтный размер владельца мы больше не увидим. С блоком у него будет дальше все долго и счастливо будет ездить, эксплуатировать массажера не будет. Вторая причина блуждает на просторах интернета и связана она с тем, что есть у этого блока конструктивная особенность, которая в связи с большой теплонагруженностью этого блока приводит к деформации цилиндров, и они становятся эллипсными. И эллипсными они становятся как раз вот в этой плоскости. И, как говорится, мы тоже сталкивались с этой проблемой, но крайне редко, потому что один раз это случайность, два раза это совпадение, и третий раз, вот как в данном случае, это уже какая-то получается закономерность. Поэтому давайте же на этом блоке и посмотрим, что же является действительно причиной массажера, либо действительно конструктивная особенность этого блока. И со временем гильза деформируется и становится эллипсной. И тогда вот вы просто поставьте себя на место этого владельца, ему в одном месте сделали, в другом месте сделали, и в принципе мастера-то в этом не виноваты, потому что сделано все нормально, проблем-то к сборке двигателя нет абсолютно никаких, все идеально. Ему остается только поменять этот блок, если он опять станет эллипсным, эти гильзы. А где вероятность того, что ты купив новый блок, он не будет обладать таким же дефектом? И где, в чем этот дефект находится, потому что это не носит такого большого и массового характера, это встречается редко. Вдруг там где-то стенка прослаблена, там на меньше миллиметра, либо в отливке какая-то беда. Как мы это узнаем, неизвестно. Поэтому здесь остается только надеяться на то, что у клиента после нашего ремонта все будет хорошо, и ездить он будет долго и счастливо. Но нам только осталось дождаться, когда блок будет расточен под ремонтные поршни. Мы вам покажем, с каким допуском мы его сделаем. Итак, блок мы расточили в ремонт 0,5. Давайте сейчас промерим конусность и эллипсность по цилиндрам после росточки. 86,54. Здесь 86,5. Мерим ровный. Первый цилиндр. Здесь вверху 0,5. Разница? Полсотки. Полсотки, да. С этой стороны у нас цилиндрические конусы нету, ровный. Второй цилиндр. В нуле все. Внизу сотка. Конусность. Полсотки-то на сторону. Здесь. В нуле, в нуле. Правильно все? Все в нуле. Первый, это третий цилиндр. Так, ну, в нуле. Тоже в нуле. Ну, на 0,25, но полцена деления здесь тоже все. В нуле. В нуле. Ноль. Конусности нет на четвертом цилиндре. И тоже ноль. Ноль. Ведем небольшой подыток. По результатам расточки и измерения у нас получилось, что эллипсность цилиндров во всех раз, два, три, четыре отсутствует в нулях. А единственное, у нас конусность осталась в первом и втором цилиндре одна сотка на диаметр. То есть, 5 микрон на сторону. И это все в пределах допуска. Поэтому нам осталось только собрать двигатель и дождаться клиента, когда он к нам приедет на первую замену масла через тысячу, через две. По идее, за это время должно все приработаться и жор масла, по идее, должен прекратиться. Ну, а дальше мы будем наблюдать и смотреть, что с ним произойдет. И очень бы не хотелось убедиться в том, что, опять же, блок имеет конструктивный дефект, и эти цилиндры станут обратно эллипсными. Что в данном случае приведет, я так думаю, скорее всего, к замене блока. Но, опять же, гадать на кофейной гуще мы не будем. Нам осталось собрать двигатель, завести его и следить за расходом масла. Итак, давайте же будем собирать мотор. Привезли блок из гильзовки. Давайте посмотрим, что мы на него будем устанавливать новое. Итак, новым будет установлено поршни. Комплект колец. Вот коробка от поршней и от колечек. Поршни ремонтные, размер 0,5. Масляный фильтр. Масляный насос останется старым, потому что не требует замены из-за отсутствия дефектов на вкладышах, как на коренных, так и на шатунных. Но вкладыши здесь стоят одного цвета, голубые. Поэтому мы подберем новые в соответствии с буквенно-цифровым кодом. Как и шатунные, они тоже все одинаковые, бесцветные. Цепи останутся старые, натяжители, успокоители. Все это хорошее будет работать долго еще. Болты головки блока будут установлены новые, потому что они одноразовые. И почему одноразовые? Потому что затягиваются по пределу текучести. Комплект прокладок и сальников будет установлен новый. Самые внимательные зрители обратят внимание, что прокладка здесь стоит паронитовая, не оригинальная. Но вот на этот двигатель мы будем ставить именно эту прокладку. Объясню почему. Потому что если окажется дефект, конструктивный дефект блока и со временем может повести цилиндры, и они изменят свою геометрию, то для того, чтобы максимально долго постараться сохранить геометрию привалочной плоскости блока и головки блока, вот это сопряжение, именно с этой целью мы ставим вот эту неоригинальную прокладку. Она обеспечивает более плотное и лучшее соединение. А вот эта фирма, Реджина, которую мы используем, мы в ней уверены, используем ее достаточно давно. И раньше в свое время она поставляла свои прокладки на конвейер. Теперь по... здесь видите колпачки маслосъемные стоят, но лежат, которые мы будем устанавливать. Сама головка блока, с ней проблем никаких не было. Там дефектов не было ни в колпачках. Вот это с нее снятые колпачки. Мы там только чуть притерли клапана и заменили их. Ну, потому что раз разобрали колпачки как одноразовые, чтобы быть уверенным в том, что маслосъемных из-за колпачков не будет. Да и причина была не у них. Так, даже полукольца вот мы оставили старые. Тоже хорошие, проблем не возникает. И так, ну все, не будем больше задерживать Михаила. Подобрали вкладыши в соответствии с буквенно-цифровым кодом. Здесь написаны у нас цифры и на блоке написаны буквы. Вот мы подобрали на блоке все 5А и колено у нас 3-2, 2-3. Вот здесь все это видно. Соответственно, по таблице подобрали вкладыши. Они должны быть 1-й, 5-й у нас бесцветные. Вот они лежат в коробочке от них. А 2-й, 3-й, 4-й на дне у нас зеленые. Поэтому давайте поставим и посмотрим. Головка блока лежит здесь. Все здесь поменено, все притерто. Обратите внимание, да, стаканчики поставлены, подписаны. Все зазоры промерены. Все готово к установке. Да и изначально проблем с этой головкой при разборке мы не обнаружили. Головка собрана хорошо после ремонта. Наверняка тоже на ней клапана притирали, колпачки меняли. Но мы решили на всякий случай еще раз заменить колпачки в избежание каких-то недоразумений впоследствии. Не закусило, да? Они сейчас шевелятся, я их проверил, что их не закусывают. Ну и давайте. Оденем шкив. Самый ответственный момент. Один из самых ответственных. Не разгоняйся. Ну что, давай запутим. Давление масла нет. Не, ну крутится нормально, легко. Вообще легко. Вот он на трещотке тоже прискакивает. Вот. Понимали? Столб руками крутится. Так, первая затяжка 35 ньютон. И потом два доворота под 90 градусов. Тоже существует свой порядок затяжки. От центра головки к краям. Стаканчики специально помечены. Потому что мы проверили все зазоры клапанов и собрали их в той последовательности, в какой они стояли. Зазоры здесь в норме. Но мы и говорили, что с головкой здесь все хорошо. Так, теперь. Хорошо было? Да, протяжка два раза по 90. Первый раз. Опять же, не используем угломер. Этот самый угломер. Именно для того, что, да, 90 градусов проще. А лишние приблуды здесь, когда второй раз тянешь, тяжело достаточно, чтобы волок не получить. И второй раз. Вторая протяжка, да. Тарамат, ты держать уже крепче надо. Все, держу. Опять же, не забываем соблюдать последовательность затяжки. Основные процедуры затяжки, основных моментов выполнены. Мы все, ждем установки. Двигатель собран, установлен. Технические жидкости залиты, все уровни проверены. И давайте заведем этот двигатель. Сразу предупрежу, запуск это не первый. Потому что мотор установили вчера вечером. И завели, и проверили все тоже вчера вечером. И сейчас мы ждем владельца. Поэтому двигатель уже прогрет. А мы давайте заведем и послушаем, как он работает. Но жалоба владельца была не на стуки, глюки или давление масла. Жалоба была на расход масла. Поэтому звук работы двигателя не изменился. Он работает точно так же, как и до ремонта. Итак, давайте запустим. Двигатель работает ровно. Никаких посторонних звуков не издает. И так, по работам нам, владельцу это обошлось в 53 тысячи рублей. Это снять, поставить двигатель, разобрать, собрать, продефектовать. И расточить его в ремонтный размер 0,5. По запасным частям ремонт обошелся в 36 тысяч рублей. Потому что здесь менялись только поршни, кольца, комплект прокладок и масло с масляным фильтром, сальники. Поэтому ремонт обошелся недорого. А сейчас давайте отдадим автомобиль владельцу. А я вам расскажу немного о маслах, как и обещал. Итак, по маслам. Конкретно этому владельцу мы сейчас залили масло вязкости 5,20. Потому что залито оно на период обкатки. Через тысячу-полторы владелец к нам приедет. И мы заменим на масло вязкости 5,30. Делится на две основные классификации. Классификация по вязкости и классификация по качеству. Классификация по вязкости используется в зависимости от температуры окружающей среды, в которой эксплуатируется автомобиль. Классификация по качеству, в свою очередь, делится на несколько стандартов. Назову основные из них. API, Илсак, Ассия. Есть еще несколько, но они менее значительными. Мы с вами сейчас остановимся на стандарте по API. Стандарт API делится на два основных класса. Для бензиновых двигателей и для дизельных двигателей. Класс для дизельных двигателей начинается с буквы С. Для бензиновых двигателей начинается с буквы С. Мы сегодня с вами остановимся более подробно на бензиновых двигателях. Если вам интересно узнать про дизельные двигатели, а также про остальные стандарты масел, то подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить эту интересную информацию. А поскольку мы говорим о бензиновых двигателях, то на нашем рынке наиболее широко представлены такие классы масел, как SL, SN, SN и с 2018 года вышел промежуточный стандарт SN+, а с мая 2020 года вышел самый последний класс масла стандарта API это SP. Класс SP стандарта API превосходит все предыдущие классы масел такие как SL, SM и SN+, вместе взятые по следующим параметрам. Первое. Защита от преждевременного неконтролируемого воспламенения топливо-воздушной смеси, ну в простонародье скорее всего это калийное зажигание. Второе. Защита от высокотемпературных отложений в трубокомпрессорах. Третье. Защита от высокотемпературных отложений на поршне. Четвертое. Защита от износа цепи ГРМ, но это не значит, что цепи ГРМ станет вечной. И пятое. Более высокие требования к количеству образуемого маслом шлама и лака. Если посмотреть в руководство пользователя, здесь как пример представлен руководство для Спортажа с 14 по 17 год выпуска. Так вот, здесь указано, что стандарт API, а класс SM не ниже. Отдельно указано, что можно выше. Соответственно, из всего вышесказанного, мы делаем вывод, что лучше всего использовать масло класса SP. И теперь мы подходим к самому основному вопросу. А какая же вязкость нужна при этом? Опять же, обратимся к руководству пользователя и посмотрим, это все к Спортажу относится. Опять же, посмотрим, какая вязкость используется в зависимости от температурного диапазона работы автомобиля. И здесь мы можем заметить, что у вас указаны два типа вязкости. 5,20 и 5,30. Температурный диапазон от минус 30 до плюс 50. А вязкость разная. Как выбрать? Вот наша рекомендация, если вы эксплуатируете автомобиль в северных регионах, на севере страны, и у вас преимущественно холодно и низкие температуры, разумеется, лучше использовать более жидкое масло. Если вы эксплуатируете автомобиль на юге России, и у вас гораздо чаще возникает, бывает жаркая погода и температура высокая, естественно, использовать лучше густое масло. Более густое масло. Опять же, если здесь как пример взят, здесь есть два примера. 5,20 и 5,30. Если вы посмотрите свое руководство пользователя, у вас точно так же может быть написано 5,20, 5,30 и 5,40. И вот какое выбрать? 5,20 или 5,40? Опять же, все зависит от температуры. Но самое главное, нужно обращать на класс масла. Лучше всего, разумеется, если вы будете использовать класс СП при равной вязкости, чем нежели вы будете использовать ту же вязкость, но только класс у вас будет СЛ. На СП у вас двигатель будет ходить более долго, и ресурс вы на нем продлите. Но, естественно, чем выше класс масла, тем оно дороже. Здесь вы уже решаете сами, имеет ли смысл использовать более дорогое масло. Потому что условия эксплуатации автомобилей в нашей стране признаны тяжелыми. А в соответствии, опять же, с тем же руководством пользователя, если у вас тяжелые условия эксплуатации, масло вам нужно менять чаще в два раза, чем сервисный пробег. То есть, каждые 7,5 тысяч километров, либо каждые 6 месяцев. Поэтому здесь выбираете только вы, в зависимости от ваших финансовых возможностей и экономической целесообразности. Ну, а теперь давайте подведем итог всего этого ремонта. Мы установили причину повышенного расхода масла. Это нарушение геометрии первого цилиндра. Эллипсность в нем составила 4 сотки, что недопустимо. А что же могло вызвать нарушение этой геометрии? Есть несколько причин. Первая – это естественный износ. Вторая – это нарушение мехообработки цилиндров. И третья – это конструктивный дефект блока. Потому что в интернете бытует мнение, что блоки корейских автомобилей могут изменять свою геометрию со временем от эксплуатации. А вот что же явилось первопричиной возникновения этого дефекта? И из-за чего же все-таки была нарушена геометрия этого цилиндра? Нам и предстоит с вами выяснить. Почему? Потому что мы в дальнейшем будем наблюдать за этим автомобилем. И если будут какие-то вдруг изменения, мы будем незамедлительно вам об этом сообщать. Ну, а вы, разумеется, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите адекватные комментарии. Мы будем на них с удовольствием отвечать незамедлительно. Ну, а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok